Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Мазин Холиплей. В этой серии я собираюсь купить себе тесту, и также я хочу её затюнить, поэтому серия будет очень прикольная. Сумма, конечно, не маленькая, поэтому я долго думал и всё-таки принял решение купить себе эту машину. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Мазин Холиплей. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Так, всё, я вышел с своего дома, давайте возьмём машину какую-то, давайте возьмём гелик. Кстати, скорее всего, в следующей серии я буду уже ставить аудиосистему, просто до сих пор не знаю, она работает или нет, потому что её пока что вообще никто не ставил. Поэтому, как я только узнаю, что её можно ставить и она работает, то я, конечно же, её куплю. Так, у нас тут на Анашане очень много людей, но Тесла продаётся именно здесь, получается, возле Анашан автосалон. И именно здесь она продаётся, стоит она 15 миллионов, надо ещё к банкомату сбегать, потому что я забыл деньги снять. Блин, 15 миллионов, это на самом деле дорого для неё, я считаю. Потому что на ОБТ она стоила 7 миллионов, и я считал, что это нормально. Но, блин, 15 миллионов, это реально очень много. Давайте даже снимем сразу уже 20 миллионов. Всё, снимаем сразу 20 лямов, чтобы ещё её затюнить потом. Поедем потом сразу в тюнинг. Так, давайте убираем, вот, Тесла Модел С, 15 миллионов, пацаны. Обязательно просто поставьте лайк, потому что я очень долго думал, не знаю, просто не решался её купить. Фух, короче, покупаем. Всё, пацаны, я потратил на неё 15 миллионов. Сейчас поедем домой, я её заберу. Блин, 15 лямов просто на машину потратил. Я реально в шоке. Это, получается, по-годски, а не, Магнум тоже 15 лямов стоит. Ну, то есть, это реально дорогая машина. Это реально дорогая машина, типа, ну, 15 миллионов. Плюс сейчас ещё тюнинг. Короче, пацаны, я, походу, без бабок остаюсь и придётся потом обратно потрачить на дальнобойщиках. Потому что у меня осталось 35 миллионов. То есть, сейчас я ещё на тюнинг потрачу, там, 5 миллионов, допустим. И 25 миллионов я потрачу на аудиосистему. Скорее всего, аудиосистему я буду ставить либо на Мурку, либо на вот этот Гелик. Но я, конечно, склоняюсь, наверное, к Гелику, потому что Мурка сейчас переднеприводная. И на ней ездить вообще невозможно. Вот, пацаны, Тесла. 15 миллионов. Она, конечно же, симпатичная, такая, знаете, антуражная. И к этому дому она очень идёт. Я, кстати, не знаю, какой я её цвет покрашу, потому что белый её оставлять не хочу. Потому что, ну, это как бы банальный цвет. Чёрный тоже банальный цвет, поэтому чё-то будем думать. Ещё номера на неё надо купить. Короче, пацаны, бабки улетят очень быстро. Карпос 84. Целостность 100%. Гост цена 15 миллионов. И она, в принципе, стоковая. Владелец, а вот, Кирилл Футбуль. Конечно, едет очень даже хорошо. Она, максималка у неё сейчас 180, по-моему. А не, 208. Это без чипа она будет ехать 208. А с чипом мы, в принципе, сейчас посмотрим, сколько она будет ехать. А чё она так ехать стала хреново? В смысле, она ехала 208. Они, походу, обратно скоростя убрали. А я помню, я вчера на ней катался, она ехала 208. Сейчас она едет 150. Ну, блин, чё это за бред, я не понимаю. Зачем они постоянно скоростя меняют? То она нормально едет, то медленно, то быстро. Короче, непонятно, пацаны. Ну, ладно, я думаю, это потом пофиксят, поэтому это не страшно. Сейчас поедем в тюнинг, посмотрим, в какой цвет её покрасить. Поставим, возможно, антирадар. Поставим на неё баг. Если, конечно, дяди хватит. И потом я на неё ещё чип поставлю. И будет реально заебись. Итак, пацаны, я, короче, решил приехать в самое лучшее СТО в области. Это, получается, в Южном за ППС. Его держит мой знакомый, Влад Реал. И всем он делает скидку 30% на тюнинг, поэтому всем советую приезжать именно к нему. Сейчас затюним нашу малышку. Так, давайте сначала перекрасим. Вот сера, кстати, мне очень нравится. Вот давайте серу сделаем. Она будет, я думаю, нормально смотреться. Кстати, цены на тюнинг такие уж большие, какие я думал. Так, а диски можно поставить? Бля, мне кажется, это будет перебор если на диски поставить. Хотя, в принципе, можно. Кстати, вот эти диски можно поставить. Они очень похожи на те, что на ней стоят. Вот даже давайте посмотрим. Вот, они очень похожи, видите? Давайте на туре их поставим. Такие же диски у меня на Mercedes, по-моему, стоят. Так, диски мы поставили. Давайте я тюнинг. Чип стоит 2 миллиона. А что, цены как бы можно дешевле делать? Просто я в другое СТО ездил. Там чип стоил 3 миллиона. То есть, теперь в СТО цены сами делают и получаются эти владельцы. Нихера себе. Да, в натуре здесь цены меньше, чем в другом СТО. Пацаны, прикиньте, теперь владелец СТО может сам выставлять цены. То есть, у него здесь скидка 30% на тюнинг. В другом СТО я смотрел. Сигнализация стоила 2 миллиона. А здесь она стоит лям 400. Все, давайте покупаем сигнализацию. Антирадар. Топливный бак. Так, аудиосистема стоит дешевле даже, чем там. Там аудиосистема стоит 25 миллионов. Здесь стоит 17 миллионов, пацаны. Ну, по-любому сюда лучше приезжайте. Здесь даже аудиосистема дешевле стоит. Так, я вроде бы все поставил. Ну, блин, я, наверное, не буду чип ставить. Лучше мне Матвей его поставит и все. Все, пацаны. У нас осталось еще лям 900. Не, ну это реально по кайфу, я считаю. Вот, пацаны, Владу реально большой респект за то, что он такие цены низкие сделал. Он реально просто красавчик. Красавчик, давайте в GPS покажу, где находится его бизнес. Вот пишите GPS, 7 пункт бизнеса, СТО, 4 бизнес, вот это его. Вот к нему реально приезжайте просто и тюните у него свои машины. Так, чип у нас стоит 2 миллиона 600. Все, чип я тоже поставил. Теперь у нас полный тюнинг на машине. Все, пацаны, теперь у нас полный тюнинг на тачке. Я считаю, это очень классно. Это прям реально по кайфу. Просто полный тюнинг на Тесле. Конечно, сейчас он едет не очень быстро, даже я бы сказал медленно. Но я думаю, это скоро исправят и будет реально по кайфу. Ну, Тесла мне нравится, как я сделал, такая темно-серая, на черных дисках. Ну, реально топчик просто. Просто топчик. Еще осталось на нее номера купить какие-то красивые. Конечно, я фублат не смог купить, потому что у меня остались деньги всего лишь на аудиосистему. Поэтому буду искать какие-то полублаты на нее. И думаю, будет реально по кайфу. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.